всему лучному сообществу привет меня зовут александр мы с вами находимся на арбалетной поляне и тема нашего сегодняшнего ролика технически классное решение это китайский блочный лук sunlida velocity он же kinetic и retic он же velocity retribution хотелось бы рассказать в двух словах кратко сейчас о характеристиках этого лука о комплектации о первых впечатлениях и в дальнейшем постреляем на дальние дистанции постреляем нам мощность на фпс на все тому подобное и так sunlida velocity сегмента будем так говорить бизнес-класса но за бюджетный так сказать за малую сумму этот лук выполнен для своей цены просто прекрасно попал мне в руки я сразу заинтересовался ими захотел запилить этот обзор первое вот начну рассказывать самые простые самые банальные вещи райзер райзеру этого лука выполнен просто обалденно здесь нет ни одного заусенца это полностью фрезерованный райзер с авиационного алюминия 60 61 6t ни одного заусенца ни одного шва ни к чему вообще придраться просто невозможно то есть деревянные накладки которые усиливают наши так сказать тактить тактильное восприятие то есть их ват улучшают плечи юсэй гордон композиций тпс ешные это а это это стандартные плечи всех топовых луков производитель заявляет что никаких растрескиваний ничего в этих плечах не предвидится также идут в комплектации тоже я сейчас об этом скажу виброгасители мелочь а приятно что касается блоков блоки выполнены здесь также очень-очень даже неплохо это неплохая фрезеровка блоки здесь кстати гибридные вы можете почитать чем отличаются гибридные блоки от моноблоков если заклеить все шильдики можно и не понять начале что это вообще с англида можно подумать что это какой-то один из топовых пс ешных луков на блоках расположены два винта стопа которые обеспечивают нам жесткую стенку это кстати очень прикольно потому что точность реально возрастает то есть прицель облегчает нам прицеливание хорошая жесткая стена что касается выброса стрелы очень интересный момент второстепенные блоки это такие модули которые позволяют нам настроить вот именно манеру сброса то есть характер сброса стрелы выброса то есть сброса тетивы то есть кому-то нравится более агрессивный выстрел кому-то нравится более плавный и мягкий спуск все это можно регулировать шкала от 1 до 7 выбираем как хотим от вот у нас здесь выполнен монолитно прочно все никаких нареканий нету и что удивительно это один из и это один из немногих луков точнее это единичный экземпляр где слайдер выполняется из тефлона это кстати очень большой плюс скольжение происходит беспрепятственно все работает просто прекрасно стоп также выполнен монолитно фиксируется двумя болтами наглухо ничего не болтается ничего не люфтит он также на нем расположен штатный виброгаситель что тоже очень приятно никаких нареканий что касается комплектации данного лука в базовой комплектации с коробки вы достанете лук вы достанете набор шестигранников что тоже очень приятно вы сможете обслуживать не только этот лук но любой другой также с коробки вы достанете как я уже сказал вот эти виброгасители мелочь а приятно покупать не надо также с коробки запястный релиз он очень удобный он легко регулируется у него очень очень приятная регулировка шестеренки путем ее передвижение из паза в паз мы можем регулировать длину тросика ну и все удобно и просто что касается первичных настроек очень приятно достав с коробки мы увидели что на тетиве на месте седла находится металлическое кольцо я думал она просто для про формы но оказалось что находится именно в том месте где должно быть и не более не менее просто она именно в том месте где должно быть седло ну и армированная нить разделяющие нашу тетиву на два ручья для установки распорок и пипсайта все очень просто замену за несколько минут мы все это сделали все прекрасно данную модель нам предоставила компания майнхантер для обзора предоставила нам самой простой комплектации у нас здесь топ-поинтский прицел самый простой здесь вообще два пина стоит топ-поинтская полка самая простая мы попробуем раскрыть потенциал этого лука самыми простыми девайсами а в дальнейшем конечно же поставим на него и другой прицел и другую полку и спортивную и падающую постреляем на fps постреляем на дальность как бы попробуем выжить из этого лука все что можем ну и в дальнейшем поделимся конечно впечатлениями поделимся выводами и просто что-то новое о луке расскажем когда узнаем а так хотелось бы сказать что sunlida velocity он же kinetic и retic это выбор человека который ну располагает суммой в 40 45 тысяч рублей хочет купить себе лук который будет конкурентно способен стопами в определенных аспектах допустим что касается охоты этот лук очень хорош хороший fps надежный монолитный прочный это отличный выбор за свои деньги я всем рекомендую мы заинтересовались приобретайте покупайте ставьте лайки делитесь комментариями пишите в комментариях что вам нравится что вам не нравится мы попробуем дать исчерпывающий ответ я попробую дать их поделить ответить на ваши вопросы жмите на колокольчик это была арбалетная поляна меня зовут александр всем пока